Свято-Троицкому кафедральному собору в этом году исполняется 268 лет. Здание этой церкви многое пережило. Начиная с 30-х и заканчивая 90-ми годами прошлого столетия, храм постоянно разрушали. В разные времена тут были и пищекомбинаты, магазин и даже пивная. В 90-м древнее строение в полуразрушенном состоянии вернули церкви. До сих пор тут ведутся реставрационные работы. Три года назад начался период глубокой реконструкции. Храм практически перестроили заново, а накануне завершили внутреннюю роспись. Сам храм в этот день украшен ветвями березы. Троица – фактическое начало лета. Можно заготавливать веники в баню и начинать сенокотств. Этот праздник престольный не только для собора, но и для города Барыша. Само же торжество Святой Троицы привязано к Пасхе. И отмечается на 50-й день после воскрешения Христова. Спаси, Боже, ты Твоя, и благослови достояние Твоё. Как гласит Святое Писание, после вознесения Спасителя с Елеонской горы, его ученики вернулись в Иерусалим. И через 10 дней наступил праздник Пятидесятницы. Вместе с апостолами была и Пресвятая Богородица. Находились они в так называемой Сионской горнице, где в своё время Христос совершил тайную вечерю. Вдруг раздался с неба шум, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом. С неба начали спускаться разделяющиеся языки пламени по одному на каждого из апостолов. Это был Святой Дух. Он вселился в учеников Христовых и даровал им возможность проповедовать Слово Божье на всех языках мира. Поэтому День Святой Троицы можно считать началом лета исчисления Церкви Христовой. Воистину, Пресвятая Троица явилась в лицах своих, как Бог, Творец безначальный и невидимый, и как Христос, пришедый единородный Богу, единосущный Богу, единородный Сын Его, который явил здесь своими делами, как он сам сказал, не веруйте моим словам, а верите моим делам, которые я твоим. Но на этом служба не закончилась. По уставу Православной Церкви в День Святой Троицы сразу после литургии служится вечерняя колена преклоненная. Больше часа, периодически вставая на колени, верующие вместе с Владыкой Филаретом молились Господу, тем самым показывая Создателю свое особое почитание. По окончании колена преклоненной вечерни, священники окропили принесенные прихожанами ветви березы. Дмитрий Гурин, ведя студию Барышской епархии, специально для Унправда ТВ.